вчерася во время прямого зефира мне был лазарем задан такой вопрос как вы там относитесь к структурированию воды чем ее можно там структурировать ему с помощью структурирования воды лечат заболевание на что я ответил это вы можете посмотреть что я там ответил а вот так сказать сегодня некоторые вопросы вообще или явление можно так сказать не дают мне покоя навевают на разного рода рассуждения и вот в частности там было сказано он сказал что мол вот а как коллоидное серебро коллоидное серебро но что про коллоидное серебро она сильнейшим образом влияет на микрофлору на грибки то есть обеззораживая там воду в которой значит она находится и когда я это коллоидное серебро вливается в наш организм естественно она также будет действовать очищая его от болезнетворной микрофлоры разного рода там паразитов но позвольте это же не структуризация это просто вода или так сказать средство которое избавляет организм от паразитов это одно и благодаря этому естественно у каждого из нас огромное количество неправильной микрофлоры которая условно патогенная условно значит она когда переходит когда не переходит в болезнетворную и в результате те или иные заболевания то есть это одно значит что касается структуризации воды вода она состоит из как говорят ученые из разного рода кластеров то есть это объединение молекул в какие-то пространственные структуры могут две молекулы объединиться могут объединиться три молекулы могут объединиться сто молекул и образовать структуру и вот зависимости от того какая структура преобладает то есть если все они будут молекулы воды объединить допустим в кластере из двух молекул это одна структура если из трех молекул это совершенно другая структура и естественно по-разному будет действовать и так далее вот тому подобное естественно наш организм он для того чтобы в нем происходили процессы жизнедеятельности он естественно под себя структурирует воду вопрос вопрос а с помощью чего это происходит вот такие вопросы надо задавать себе чтобы знаете потом говорить о структурирует не структурирует что тут у нас воду и вообще пространство в целом значит возьмем самого начала самого начала я люблю самого начала тогда как-то все становится знаете ясным и очевидным вот она одна яйцеклетка это всего лишь одна яйцеклетка какая там структура что-то там какие какие там будем говорить там эти самые формы и так далее вроде ничего нет вот одна яйцеклетка одна клетка представляет которая начинает делиться в ней заложена будем так сказать программа эта программа подпитываются энергией представьте яйцеклетка одна клетка мы ее даже не видим не вооруженным глазом мы ее не видим и она из этого так сказать из малюсенького состояния вырастает в огромный организм это колоссальные изменения идут что в основе их лежит в основе этих изменений чтобы клетка одна клетка превратилась вот во взрослый организм лежат прежде всего информационно энергетические процессы которые строят форму и внутреннюю структуру в этой форме соответствующие то есть теперь становится ясным что в основе структуризации человеческого организма лежит это энергия и программа энергии все равно что делать она работает по программе и в зависимости от того какая программа она может выстроить из одной клетки выстраивается какая-то бактерия одноклеточная организм мышки организм человека организм слона организм кита но все это происходит с одной с одной клетки уяснили себе как это происходит с одной клеточки малявочки интересно отметить что именно когда идет программа создание организма это как правило все осуществляется внутриутробно значит программа развивает организм и выстраивает его физическое тело ну человеческого бумарить младенца и ей ничто ними не мешает ничто не мешает то есть вот она нормальная только программочка раз развила какие органы примерно что там как там они там работают должна быть то есть согласовала все она сделал нам форму а вот дальше после того как человек родился начинает появляться мыслительный процесс который необходим для того чтобы мы ориентировались в этой жизни просто-напросто ориентировались и уже вот этот вот мыслительный процесс в зависимости от того какой он потому что мысль это энергия программа которая выстроила нашу оболочку форму это тоже энергия и вот в зависимости того как мыслит человек вот этот мыслительный процесс начинает влиять на вот эту форму и на процессы в ней происходящие и в результате мы своими мыслями уже мы начинаем мыслями структурировать или влиять лучше сказать влиять на ту первоначальную форму которую выстроил организм он выстроил первоначальную форму далее в ней появился мыслительный процесс и уже мыслительный процесс начинает влиять на вот эту форму то есть она еще поддерживается естественно эта программа нормального организма поддерживается первоначальным вот так сказать построением этой формы но она потихонечку с возрастом иссякает то есть творческий импульсию иссякает форма расплывается но что важно отметить это то что в зависимости от того как человек мыслит так он влияет на эту форму то есть своим мыслительным процессом своими словами но в основном это мыслительный процесс мыслительным процессом и дали уже словами мы можем эту форму поддерживать либо разрушать и порождать разного рода недомогание несовершенствование то есть несовершенство и изъяны в нашем мышлении незнание как работает мышление непонимание этого процесса приводит к тому что мы сами себя разрушаем то есть мы не созидаем а разрушаем я вам как-то рассказывал различные различные стихотворения которые я сам сочиняю либо же которые я просто записываю которые приходят мне оттуда в которых нету лишних слов вот одно оно самое первое было я тайну слова постигаю которым бог творил миры оно во мне я это знаю чудесной дивной красоты оно основа существа и заставляет сердце биться любить творить и верить в жизнь что вечно 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 длится его я вспомнил произнес и чудо дивное случилось свет счастья брызнул из меня и время юности явилось теперь живу люблю творю а слово тайное храню то есть за мыслью следует звук который может поддерживать нас можно так сказать даже звук со смыслом это своего рода энергия которая может поддерживать вот я ходя на прогулках стал потихонечку отбирать такие слова уверенность спокойствие сила красота уверенность спокойствие сила красота уверенность спокойствие сила красота Красота, которые, на мой взгляд, это я вам излагаю свое мнение, укрепляют организм, в данном случае мой. Уверенность. Слово «уверенность» сразу же отметает все. То есть уверенность, вы уверены в том, что вы живете в каком-то справедливом мире, в котором все случается так, как надо, так, как задумано, как положено, и поэтому никаких сомнений нет. От этого возникает уверенность. Уверенность. Уверенность порождает следующее – спокойствие. Спокойствие. Уверенность и спокойствие – два фактора, которые уже вашу энергию в организме не тратят. Они ее как бы аккумулируют. То есть попросту она не расходует. То есть порождается следующее качество – уверенность, спокойствие, дает силу. То есть вы становитесь гораздо сильнее, вы становитесь гораздо жизненнее. Вот эти уже качества дают следующее – уверенность, спокойствие, сила, порождают красоту. Какое-то такое благородство, красоту. То есть это красиво. И когда уже у вас есть уверенность, спокойствие, сила, красота – это уже дает следующее качество – богатство. Вы богаты, понимаете? Вы богаты и внутренне, и внешне. И дальше еще уже порождается следующее слово, когда вы все это осознаете – это счастье. Вот оно, счастье. Ну, я так думаю. Не знаю, как вы там думаете. Вот когда я решил так посмотреть, что там структурируют воду. Ну, начали там различные структураторы там говорить. Вот, и самое простое – это, значит, талая вода, которая там структурируют. Далее, если посмотреть, это различные мысли. Один японский ученый, и он умудрился, в зависимости от мыслительного процесса, от слов, которых он произносил, он умудрился, значит, фотографировать кристаллы, которые получаются. И в зависимости от того, какие-то были слова, кристаллы получались либо красивые, гармоничные такие, либо же какой-то хаос и фигня получалась. То есть, опять-таки, значит, правильными мыслями мы сами себя структурируем, программируем на долгую жизнь, счастливую, что бы там ни случалось. Потому что мы уверены в том, что с нами будет все так, как надо, как должно быть. Далее спокойны, далее от этого сила, потом возникает красота, богатство и, наконец-таки, счастье. Значит, в зависимости от того, как мы мыслим и что мы произносим, какими словами мы оперируем, вот эти слова могут нас разрушать, а именно вот эти вот водяные кластеры, которые образуются у нас от позитивного, красивого мышления, они могут превращаться в безобразные образования, порождающие разного рода болезни. То есть, вы своим мышлением уже поразили, а тем более словами. Далее, различные звуки. Как вы произносите? Что это за слово? Смотрите, вот он, звук, который структурирует пространство вокруг. Вот это один звук. Вот оно пошло уже структурирование. Этим звуком я структурирую как жидкостные среды своего организма, так и, естественно, окружающее пространство. А вот другой звук. Какой из них вам понравится? Слушайте. Так вот теперь, в зависимости от вашего мышления, в зависимости от того, какими словами вы оперируете, ваша система будет звучать либо вот так, либо вот так. И, естественно, вы будете по-разному вписываться в пространство, по-разному получать его благо или не получать, ощущать себя счастливым, красивым, сильным, спокойным, уверенным, либо, наоборот, каким-то беспокойным созданием, который не понимает, что такое жизнь и для чего она ему дана. Вот что касается структуризации. Структурируем именно мы. Мы должны сами себя структурировать на здоровье, красоту, успех, богатство. А не какие-то структураторы за нас что-то там такое сделают. Далее мы знаем, что тела святых, настоящих святых, после кончины не гниют, а мироточат. То есть это пример того, как они себя структурировали, что их тела, наоборот, источают мира. Вот подумайте над этим. Подумайте над этим. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про. Доброго здоровья и до новых встреч!